Как и на любой большой свалке, на этой тоже есть свои обитатели, которые хранят тайны строительных завалов. 100 лет копали. Здесь хотели пензохранилище делать. Я так... Ну что-то потом... То есть сначала песок... Это 90-е года были, это тогда еще. Мусор, по словам обитателей свалки, сюда возят камазами только по ночам. А утром бездомные ищут в завалах цвет нет. Тем и живут. Судя по этой песчаной горе, инспекторы предположили, что когда-то здесь был карьер по незаконной добыче песка. Позже этот овраг засыпали строительным мусором, превратив всю эту огромную территорию в одну большую свалку, которая по своим масштабам претендует стать второй Самосыровской. Незаконную свалку обнаружил один из инспекторов Минэкологии. Он обратил внимание, что слишком много камазов, груженных строительными отходами, движутся в одном и том же направлении. За машинами была организована слежка. Выяснилось, что мусор сюда везут десятки городских предприятий. Сейчас экологи ищут хозяина этой земли. Во-первых, будут исковые заявления в суд о принуждении вывести данный строительный мусор, чтобы участок был очищен, привести его в хорошее состояние, чтобы здесь можно было грунтом засыпать, песком, чтобы здесь росли растения, росли деревья, чтобы площадка была в нормативном состоянии. Владельцу земли, которая превратилась в кладбище строительных отходов, еще и предстоит оплатить внушительный штраф за ущерб, нанесенный природе. Ведь незаконная свалка разрослась до 22 тысяч квадратных метров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, на данном участке будет превышать несколько миллионов. 25 лет в эфире. С вами и для вас.